Еще одно обсуждаемое ДТП произошло в Иркутске накануне вечером. На авиадоке между Новолениной и Вторым Иркутском лоб в лоб столкнулись пассажирский автобус и легковушка. Обошлось без жертв. К тому же медицинская помощь не понадобилась ни пассажирам, ни водителям. Тем не менее, разбирательство по данному факту проводится. По одной из версий, иномарку занесло на дороге. Масштабы нарушений на дорогах Иркутской области поражают. Поражают. С начала года уличные камеры зафиксировали около 700 тысяч случаев пренебрежения правилами дорожного движения. Где, как и кто чаще всего игнорирует установленные требования. Узнайте в традиционной рубрике «АвтоХам». Встретить аварийных комиссаров на улицах Иркутска можно и без аварий. Зачастую они просто ждут клиентов в местах, где чаще всего происходит ДТП. Например, в районе Байкальского кольца. При том, что это не самое аварийное место в Иркутской области. Чаще всего специальные камеры фиксируют нарушения на объездной дороге на Воленино, Платине ГЭС и внезапно в Усольском районе. На 1830-м километре трассы Сибирь. С начала года по материалам камер фото-видео фиксации вынесено более 700 тысяч постановлений об административных правонарушениях на общую сумму, превышающую 500 миллионов рублей. Рекорд по превышению скорости зафиксирован в Ангарском городском округе. Там водитель, двигаясь на автомашине BMW X6M, проехал со скоростью 211 км в час, при разрешенном 90 км в час. При этом камер фиксирующих нарушения на дорогах при Байкалье всего 142. Можно представить, сколько нарушений не попадают в их поле зрения, а значит зачастую остаются безнаказанными. Кроме превышения скорости, в числе популярных нарушений у водителей нашего региона, выезд на встречную полосу, езда по обочине, проезд на красный, разворот в неположенном месте. Кстати, в ГИБДД даже составили рейтинг автомобилей, чаще всего нарушающих правила на дорогах при Байкалье. На первом месте с 98 нарушениями Toyota Land Cruiser 200. На втором BMW X5M с 68 нарушениями. А замкнули тройку владельцы Kia Rio. Они совершили 63 нарушения. Еще одна распространенная проблема – автомобилисты не предоставляют преимущества пешеходам на зебрах. Таких шоферов оказалось больше 2300. На одном из светофоров сегодня подежурили и мы. И за пару минут зафиксировали два случая, когда водители проигнорировали пешеходов. Ну я посчитала ее что-то за неадекватную какую-то водителя. Потому что зебра, и она то ли остановится, то ли нет. Волнительно всегда, потому что не надеюсь на водителей. Нередко с водителями конфликтуют и велосипедисты. Причем некоторые сами пренебрегают правилами, а некоторые строго им следуют, но все равно рискуют попасть под колеса. По крайней мере на пешеходных переходах они стали останавливаться. У меня был товарищ, он не водитель. У него были все время проблемы с водителями. В конце концов он погиб. Справедливости ради стоит отметить, что пешеходы зачастую тоже нарушают правила дорожного движения. То переходят дорогу в неположенном месте, то предпочитают тротуару проезжую часть. Штраф за такое достигает 500 рублей. В этом году полицейские выявили 11 тысяч нарушений ПДД пешеходами. Дарья Эйвазова, Виктор Чешкашин. Новости по будням.